здравствуйте мои дорогие сегодня мы будем с вами рисовать арбуз маслом эта работа для деток от 12 лет ну естественно для взрослых у меня ребята справлялись очень хорошо единственное что дети поменьше рисуют одну дольку да а взрослые уже могут попробовать и сделать две дольки арбуза но у меня арбуз он более такой розовый до чем настоящий у нас только что был мастер-класс и даже так подветрился этот наш кусочек и сначала расскажу о том о материалах которые нам нужны будут потом мы перейдем с вами композиции да ну и уже потом начнем писать значит по давайте сначала вот по кисточкам здесь вообще все очень просто то есть одна синтетика где-то опять же таки все зависит от формата вашего холста да у меня вообще 24 на 30 мы там работаем вот мастер-класс да у нас идет это три часа его за три часа ну чтобы хорошая это была работа у нас маленькие форматы но у меня как-то так сложилось что у меня люди редко берут большие форматы в основном на маленьком формате работаем то есть чем больше у вас формате больше у вас вот эта кисть для фона то есть у меня 24 на 30 я беру это где-то сантиметров 6 в ширину причем я уже говорила про кисточки что я больше люблю плоские кисточки и не не длинные чтобы они больше укладывались в квадратную форму скажем так чтобы они были более квадратные чем более вот вытянутые такие совсем квадратных найти сложно но и совсем квадратным уж тоже не супер как мастихин потому что мастихином мы будем накладывать вот этот вот скажем так сахарок сверху чтобы немножечко создать фактуру поинтереснее и маленькая кисточка это вообще у меня нейлон единичка это вот для того чтобы обвести контуры чтобы сделать семечки блики то есть вот такой вот самое самое простое но естественно тряпочки по растворителю это у меня сейчас вообще самое просто вот те куриловский растворитель голубой и давайте сейчас перейдем к с вами к масляным краскам значит по масляным краскам белила любые либо титановые либо цинковые у меня сейчас очень много лежит вам столько вообще не нужно будет тоже белил здесь нужно будет минимум вообще по-хорошему опять же таки все зависит от того захотите вы более светлый фон или потемнее я сейчас еще буду покажу работу другую там посветлее фон то есть белила желтый нужно будет тоже по минимуму ну вот на вот этой вот корочки может быть здесь до какой-то свет положить и желтая в принципе может быть любая это какую хотите у меня тоже их достаточно сейчас много я собиралась просто с оставшихся палитр у меня даже здесь охра светлая еще лежит если у вас есть индийская желтая тут золотистая такая то хорошо она хорошо в косточке будет то есть косточки такие будут свет у них интересный также у меня марс прозрачный коричневый может быть это у вас будет тумбра жженая да то есть какая-то коричневая краска почему единственно я люблю марс прозрачный потому что именно прозрачный то есть он не будет очень сильно давать темноты да но будет приглушать цвета это в любой живописи да это хорошо когда цвета не открытые а чуть-чуть такие сложные по зеленым дальше у меня идут зеленые вот как раскладывать кстати говоря цвета это конечно вы сами можете как хотите но обычно я рассказываю так чтобы было удобно работать на смешении друг с другом дальше у меня идет травяная зеленая но если у вас ее даже и нет это совершенно не страшно вы можете у нас изумрудка еще будет это изумрудка если изумрудку смешать чуть-чуть с марсом или даже сумра жженые у вас будет принципе та же самая травяная зеленая то есть вот эта же краска у вас получится и здесь то есть вообще можно без нее обойтись совершенно спокойно то есть без травяной зеленый синяя у меня прусская синяя ну люблю я эту краску она темная такая нету прусской синие пожалуйста ультрамарин или кобальт то есть любую синюю краску это значит изумрудка да зеленая изумрудка я ее люблю больше чем зеленую фц ну так научили меня университете что ну как у нас не не приветствовались фц не синий не зеленая потому что они со временем могут чуть-чуть изменить картину там начать желтеть какие-то них там подводные камни вот этих красок они слишком химические краплак красный тут не доложила кстати это который темный краплак кадми красный то есть это холодная красная прозрачная да это теплая красная это кадми красный но может быть у вас там будет есть карминовые тоже такие теплые достаточно вообще вот здесь вы будете уже решать захотите вы более теплый арбуз да или более холодный арбуз то есть если арбуз ну вы хотите более теплый да вы будете больше использовать кадми красного до теплые краски захотите более розовый арбуз тогда ну вот краплак красный он чуть-чуть такой знаете цвет но немножечко он красивый он благородный бордовый но немножечко можно сказать, грязноватый по сравнению с краплаком розовым. То есть, если есть розовый краплак, то вот он здесь мне нравится. То есть, он сыграет хорошую роль. И для разбела фона, так как я делаю работу на темном фоне, и здесь в основном то, что мы делаем темными красками, будем очень сильно их смешивать с растворителем, то есть, практически акварельная такая техника, то белила я фон вообще не буду использовать. Ну, только вот здесь уже внизу, на свету, например. И вместо белил можно фон взять, например, бирюзовую, потому что она в себе уже содержит белила. Вот, это то, что по краскам. И сейчас будем уже переходить к композиции. Намечать арбуз мы можем, в принципе, любой краской. Единственное, что если мы это будем делать сини-зелеными, там ошибемся, ну, будет потом там линии, но все равно они потом перекрасятся. В принципе, это может быть и коричневый Марс, да, прозрачный, это может быть английская желтая, могут быть любые красные. Я сейчас буду делать розовым. Еще такой момент по грунтовке нашего холста. У меня есть видео про грунт, где я достаточно подробно рассказываю, какие варианты грунтов есть. И дело в том, что под каждую технику, я об этом тоже говорила, нужно свой грунт. Да, какие-то техники требуют такого хорошего, вот прямо плотного хорошего грунта, что краска не будет сразу впитываться в холст. Тот, кто писал уже, да, вот картины, покупал холсты, я думаю, вы уже сталкивались с тем, что иногда купишь холст, и классно пишется, краска там не входит, не жухнет, да, вот мгновенно. А бывают холсты, что ну невозможно по ним писать. То есть что-то пастозное, что-то вот мастихина, может быть и нормально, да, но что-то тонкое очень сложно. Списать тоже сложно, потому что уже краска высохла, она уже впиталась. Вот этот арбуз, мои дети, мои взрослые, да, и то, что я сейчас вот на холсте, на котором я буду делать, он дополнительно мной прогрунтован грунтом Олки. И причем прогрунтован у меня он, наверное, раза два, если не три. То есть это такой грунт, вообще я об этом тоже рассказывала, очень хороший грунт, он делает такую хорошую пленку, что краска достаточно долгое время не сохнет. И мы можем варьировать, и мы можем сделать достаточно такие прозрачные цвета. Так что вот тут вот тоже подумайте, если вы начинаете, то лучше загрунтуйте. Нет Олки, но посмотрите там какой-нибудь акриловой другой Олки, он на основе клея ПВА еще идет. Значит, если мы намечаем и боимся, да, вообще я карандаш не очень люблю, да, в данном случае. Если у нас хороший грунт, то мы что-то нарисовали, и мы можем это потом с растворителем там на тряпочке это стереть, это не будет видно. Если грунт плохой, то это будет все видно. Дело в том, что если вы даже карандашом будете и ластиком стирать по холсту, ластик стирается очень плохо. Здесь еще такой момент, вы можете, например, что-то начать одним цветом, да, рисовать. Не получилось, да, там, не стирать даже, исправлять уже другим цветом, ну, чтобы было лучше видно. Я сейчас показываю, мы будем говорить с вами о композиции, то есть, начинаем с одного куска, да, вот если это у нас, ну, ребенок, да, рисует там 11-12 лет, то лучше один кусок. Какие основные правила мы должны знать в композиции? Ну, просто вот как дважды два, то есть то, что не знать нельзя. Извините, сегодня уже был мастер-класс, говорила уже, горло чуть побаливает. Мы всегда должны знать, с какой стороны у нас свет. То есть, если мы рисуем свет с этой стороны, значит, с этой стороны от главного предмета у нас будет больше расстояния, чем здесь. Мы чаще всего, ну, как бы, нам понятнее воспринимать свет с этой стороны. Я тоже об этом все время говорю, потому что мы воспринимаем картину слева направо. Поэтому с этой стороны до главного предмета должно быть расстояние чуть больше, чем со стороны тени. Сейчас, извините, я рисую, да, под углом я могу вообще сейчас очень здорово, ну, примерно, да, распределила. И что дальше? Вот у нас предмет, когда мы рисуем один предмет, да, сейчас про один кусок рассказываю, но это, в принципе, не важно. Даже два куска это уже как один предмет, как одна форма смотрится. То есть, если мы рисуем один предмет, у нас должно быть такое основное правило, оно иногда изменяется, да, его можно нарушать. Когда снизу у нас расстояние чуть-чуть меньше, сверху у нас расстояние чуть-чуть больше. Для чего это делается? Чтобы наш предмет не подпрыгивал, да, то есть, чтобы он у нас стоял хорошо в композиции. Бывают моменты, когда нарушается это правило, когда внизу дается наоборот больше, а сверху меньше. Когда? Когда у нас красивый низ. Например, у нас арбуз лежит на зеркале или на стекле, и идет отражение. И это отражение, оно настолько красивое, что мы всю композицию поднимаем вверх, потому что мы хотим показать отражение. Если у нас внизу ничего нет, никаких-то там вишенок, ничего не лежит, просто тень, мы должны общую, вот здесь видите, общая форма, да, хоть он их и два куска, но мы его смотрим как общую форму. Расстояние снизу должно быть чуть меньше, мазнула уже, чем расстояние сверху. Причем, смотрите, я беру не вот это расстояние, а вот это, да, крайнего, как бы, ну, самого верхнего, да, или даже вот этого уголка предмета. То есть, вот это расстояние все равно должно быть поменьше, чем самое маленькое расстояние среди вот этих вот углов, будем так говорить. То есть, если у нас какой-то один кусок, мы его рисуем таким образом, чтобы у нас получалось со стороны света, то есть, мы будем показывать, что свет у нас идет отсюда, со стороны света до края у нас чуть-чуть больше расстояния. Сейчас буду тут буквы писать. Здесь больше расстояния, здесь у нас расстояние меньше. И точно так же внизу у нас расстояние меньше, здесь у нас расстояние больше. Но даже бы, может быть, возможно, этот кусок я бы еще бы опустила вниз. Что еще? Если мы нарисуем вот так вот ровно, будет скучно. То есть, всегда нужна какая-то динамика. Натося, вот покажи сейчас на этот кусочек еще. Вот край арбуза, да, если вы сделаете его слишком ровным, тоже будет скучно. То есть, специально вот вырезали арбуз, мы сегодня даже его съели, он оказался даже неплохой. Вот, то есть, вот этот вот край, чем он будет интереснее, тоже это будет интереснее вашей композиции. Потому что, если... Возвращай. Если брать такую картину, она достаточно скучная, да, просто кусок, просто на листе. Поэтому мы можем дать динамики, то есть, мы можем дать какой-нибудь наклон. То есть, у нас может быть какой-нибудь наклон и плюс еще неровная линия. Опять же таки, вот еще один момент по поводу восприятия нашей картины. Я наклон делаю в эту сторону, а не в эту сторону. Как вы думаете, почему? Потому что, если я делаю наклон... Сейчас возьму другой цвет. Сейчас золотистый возьму. Очень люблю эту индийскую желтую. Если у вас нет, если вы видите в магазине, покупайте вообще цвет обалденный. Значит, если я сделаю наклон вот так вот, а с этой стороны у меня будет свет, что получается чисто психологически, да, ощущение, восприятие картины? Тем, что мы разглядываем картину отсюда, и у нас сразу же стена. То есть, у нас нет ощущения вот туда входа. Это вот такие нюансы, да, вот я уже тоже об этом говорила, которые, ну, редко об этом говорят. И у меня такое иногда складывается ощущение, что очень многие об этом даже не знают, кто рисует. Вот, ну, конечно, не профессионалы, я не говорю, да, вот о монстрах, таких хороших художниках. То есть, лучше всего, если свет отсюда сделать вот так наклон, а если бы мы рисовали свет отсюда, тогда, может быть, даже было бы и неплохо с этой стороны свет. Так, значит, это что касается одного куска, хотя вот так вот, если бы я даже взяла, я бы, наверное, его бы еще опустила. Несмотря на то, что вот здесь вот будет падающая тень, она слишком темная, и нет смысла ее очень сильно тут показывать. Да, единственное, если мы ее очень живописно не напишем. Так, и дальше давайте с вами посмотрим вот на картинке, которые у меня здесь стоят. И разберем, где, вообще, какие ошибки, да. Ну, вот это все я рисовала. Ну, это вот у меня дети рисуют, да, я показываю что-то там, дорисовываю в один урок, во второй урок. И иногда я даже специально делаю какие-то такие вот вещи, чтобы потом было наглядно. Вот, например, в этой композиции здесь два куска. Какие здесь, вот, по вашему мнению, да, вы считаете нарушения в композиции? Ну, обычно я жду, все начинают гадать. Ну, первое, что все говорят, что это слишком в край, да, ну, слишком в край. Такое недопустимо в принципе, потому что предметы уже тесно. А если еще учесть, учитывайте это всегда, вы можете картину одеть в раму, да, и рама у вас займет полсантиметра. То есть кусок арбуза будет вообще припирать к раме. То есть это, ну, вообще нам не нужно совершенно, да. Зачем это нам надо? Причем этот кусок рисовался, как один. То есть эта композиция задумывалась, как вот этот вот кусочек. И поэтому он вот распределялся один. И то, когда его распределила, да, и мы разбирались с детьми, они стали переделывать. В нем какая ошибка? Свет здесь не очень хорошо показан. Вот это единственный, да, минус, потому что здесь уже замазывалось по-быстрому, по-быстрому. То есть свет мы берем опять с этой стороны. Если воспринимать один кусок, то он тоже подпрыгивает. Видите, расстояние снизу до корки и вот это расстояние, это больше, это меньше. То есть если бы мы рисовали один кусок, нам его надо было бы тоже опустить. Но по соотношению вот этому, в принципе, ничего. Вообще вот это соотношение, где свет и где тень, оно должно быть минимальное. Знаете, даже на холсте, например, 70 на 50 на 70, это где-то, ну, 2-3 сантиметра. И то это уже может быть много. То есть это такое небольшое соотношение, но не посередине, да, то есть чтобы не было одинаково. То есть мы определили, что и этот кусок у нас подпрыгивает, и весь вот с этим вместе кусок подпрыгивает. А еще посмотрите, вот давайте сравним вот эту и вот эту работу. И как воспринимается вот эта композиция, да, из долек, ну, тут же не дописано. И вот эта композиция из долек. Вот просто так вот представь, прищурьтесь. Вот я все время своим детям говорю, там и взрослым говорю, прищурьтесь и посмотрите. Что вы видите? Вот здесь вы видите два куска, если вы прищурились? И вот здесь видите ли вы два куска, если вы прищурились? То есть на вот этой работе, если мы вообще вот так вот абстрагируемся от того, что здесь два куска, то мы с первого раза будем ощущать, что это один всего лишь кусок. Почему? Потому что вот эта линия, да, настолько плавно входит сюда. И вот здесь вот такой маленький этот уголок, этот нюанс, который тоже вот глазом чуть-чуть сливается. То есть если мы делаем два, да, два куска, то мы стараемся сделать так, чтобы вот это вот, либо вот здесь вот сюда, то есть больше уголок был, да, какой-то. Не вот так вот прямо плавно-плавно, а уголок был хотя бы чуть-чуть побольше. Это очень важно. То есть в этой композиции оно чуть-чуть поинтереснее, да. То есть мы, если прищуриваемся, мы сразу, ну, у нас все равно ничего не меняется, у нас все равно есть два куска. Ну, это у нас, вот мы в этом сегодня нарисовали, это Ирина нарисовала. А сейчас хочу показать вам на телевизоре, это старая работа, просто по фону, по тону, потому что мы сейчас начнем уже, ну, сначала мы построим, и потом начнем с вами делать фон. То есть в идеале, да, если мы берем свет с этой стороны, ну, естественно, у нас стол попадает на свет, да, и этот свет, он пробивает вот туда, на тот угол. Это те правила, которые чаще всего используются в натюрморте. То есть такая, видите, по диагонали динамика свет, свет, тень, тень. Падающая тень и та тень, они поддерживают друг друга. И вот этот свет, и вот этот свет, они поддерживают друг друга. Причем падающая тень, конечно, должна быть намного темнее, чем вот тот вот угол. Вот еще одна работа, хорошая работа, ее рисовала Катя, она второй год ходила на рисование у меня. Она вообще очень такая интересная женщина, все время ищет какую-то изюминку. Она сделала, во-первых, очень интересные, видите, такие разрывы, да, на арбузе. Это всегда интересно, всегда эффектно. Я, ну, может быть, покажу, конечно, потому что чем больше таких вот вещей, тем, ну, дольше будет видео, вы сами понимаете, да, всем хочется, чтобы все было побыстрее. Вот, к чему я показала эту работу. Посмотрите, как здесь свет, да, сделан. То есть здесь свет не в этом углу, а он как бы вот оттуда идет, да, оттуда. Издалека. И он вот светится вот в этом месте. А тень, ну, как бы сзади, он сзади, но больше с левой стороны. А сюда уходит тень. Все здесь замечательно. Здесь и соблюдено, и вот это расстояние, и вот это. Единственное, что может быть вот так вот, если бы по-хорошему, я бы, может быть, даже вот так вот сделала бы. То есть не совсем много, но чуть-чуть. Но здесь все-таки вот это расстояние очень маленькое. Я фотографирую работу прямо четко по... Ну, как бы и вырезаю потом по краям работы, да. То есть это не то, что я фотоаппаратом срезала. То есть вот здесь вот, конечно, хочется чуть-чуть побольше. Вот, размеры. Ну, вот Катя тогда вот все ей, в принципе, нравилось, она не хотела менять. Вот эта работа. Тоже хорошая работа, интересные, да, формы кусков. И по композиции тоже, да, они как бы распределены у нас здесь. Вот единственное, что вот тут, как раз, видите, здесь получается примерно одинаковое расстояние. Но если соотнести вот эту ширину и вот ту, да, то по соотношению вверх-вниз они положены хорошо. Что здесь не очень хорошо? Смотрите, здесь идет перевес на правую сторону. Причем перевес всего абсолютно. И вот этих кусков, да, этот кусок больше и толще с этой стороны, да, и этот кусок больше с этой стороны. И все они находятся в этой части. И плюс здесь нет вот этой вот диагонали световых пятен. То есть, видите, здесь свет с этой стороны и свет там. И здесь тень, и здесь тень, да. То есть, получается, мы своего рода разделяем картину. Здесь у нас полностью свет, здесь у нас полностью тень. да плюс еще две толстые такие, да, большие формы, да, которые перевешивают картину вот в эту сторону. Если вы делаете вот здесь вот темно, то обязательно делаете вот здесь вот просвет между тенью и стеной. Мы не будем в этой композиции четко показывать линию стола. Мы ее как бы сгладим, уберем, но немножечко покажем вот за счет вот таких вот переходов теней. То есть вот здесь вот ее, ну, немножечко, может быть, не хватает, а так вот, в принципе, работа, конечно, выполнена хорошо. Косточка, да, какая прямо настоящая. Вот еще один вариант. Здесь, вот не знаю, может, я даже и срезала, потому что у меня такое ощущение, что Лена бы не сделала бы вот так. Здесь наоборот, видите, чуть-чуть поменьше, здесь чуть-чуть побольше. Ну, может быть, действительно так получилось. Арбузы здесь хорошие, ничего не могу сказать. И фон достаточно интересный. К чему я показываю эту работу? Фон вот здесь более сглаженный. Мы будем рисовать фон такой, такой мозаичкой, пятнышками. И еще сейчас вот вернусь к первой работе. Вот она, видите, к первой работе. Вот она такая вот не совсем ровная, видите, такими мазками, да? Единственное, что здесь стол выровнен. Это уже на ваше усмотрение. То есть, вот по вот этому фону мы будем работать, то есть, по основе этого фона. Здесь светло, здесь чуть-чуть темнее, да? Тень самая сильная. Здесь мы тоже чуть-чуть угол затемняем. Обязательно делаем вот этот вот переход. То есть, тем самым мы чуть-чуть подчеркиваем линию стола. Ну, и вот хочу показать вам. У меня есть дети. Вообще, конечно, потрясающие дети. Сильные дети. Очень такие целеустремленные. Это Надя. Ей было тогда 9 лет, сейчас ей уже 11. Вот. Это, в принципе, первые, скажем так, шаги в живописи, которые мы делали. То есть, есть такие детки. Единственное, что мы с детьми рисуем на картоне нагрунтованном. Вы можете тоже рисовать на картонке. Удивительно прозрачный, легкий. Вообще, получился у нее арбуз. И таких работ, на самом деле, хороших немало. Я к чему говорю? Да, в домашних условиях 9-летний ребенок, возможно, такое не сделает. Без постоянного моего наблюдения за тем, как он это делает. То есть, здесь я минимум, на самом деле, залезала в работу. То есть, Надя вообще очень трепетно относится к своим работам. И не разрешает, чтобы очень много там что-то поправляли. Она пишет очень легко, очень тонко. Единственное, это в масле, может быть, не очень хорошо. Но в этой работе сыграло хорошо. То есть, такой тонкий-тонкий слой фона. Видите, вот она корзиночка. Что мы и будем делать. То есть, я буду вам сейчас объяснять этот урок так, как я объясняю его именно детям от 10 лет. Но вот, Надя, и еще есть у меня некоторые дети. Вот это, например, Анна Майя Осипова. Ей сейчас 8 лет. Она пришла ко мне рисовать 4 года. Но уже тогда это было видно, что есть сила. То есть, это, конечно, здорово и замечательно. И мы будем с вами проходить именно вот эту вот технику такого арбуза. И сейчас уже приступим к рисованию. Начинаем рисовать. Сейчас будем, когда намечать, разводите жидко. Я буду индийской желтой намечать. То есть, вы можете... У меня просто здесь очень много уже красного, чтобы не сбивалось. Вы будете разводить жидко. Мне не очень удобно жидко развести, потому что у меня все течет. Вот. Я буду делать сейчас вот эту композицию, а не эту. Вот. Тоже хочу такой вот момент сказать. Вот я когда один кусок, да, говорила, что если один кусок, то вот в эту сторону не очень хорошо, если свет отсюда идет. Но если два куска и центральный будет наклонен чуть-чуть в эту сторону, не страшно, потому что первое, что мы видим, это вот эту линию. И глаз идет вот в эту сторону. Так. Значит, начинаем намечать. Все. Вы для себя, да, там определяете, где у вас расстояние. То есть, больше-меньше чуть-чуть. Здесь, чтобы у вас получалось тоже здесь, у вас должно быть по минимуму, да, внизу меньше. Сверху может быть, не может быть, а должно быть чуть-чуть больше. То есть, я сейчас намечаю, видите, нижний вот этот вот, да, край, верхний. Вот этот край здесь подпирает тоже кусок. Потом дорисовывался все это в ходе. Потому что кому-то надо было посмотреть, как это будет. То есть, примерно, да, намечаю. Я вот то, что рисую сейчас боком, да еще очень близко нахожусь. Вот до сюда, да, я довела. Не очень сейчас вижу композицию. Наверное, придется чуть-чуть отходить мне, смотреть, как это у меня все будет в итоге. Здесь я могу даже вот сюда, да, поднять. Недавно разговаривали с Серафимой. Она преподает в Питере. Сейчас она работает в галерее краски жизни. Ну, это, конечно, великолепный художник и портретист. И вот мы с ней болтали по телефону. И она говорит, знаешь, говорит, там, веду урок. И мне люди говорят, ой, чего мы так долго говорим о композиции? Там, давайте рисуйте, давайте рисовать. Она говорит, ну, как же можно рисовать, если мы еще не простроили вот правильную композицию? Потому что даже самая хорошая техника исполнения, она проиграет, если будет плохая композиция. Мозг все равно не будет воспринимать картинку. Он будет понимать, что что-то здесь не так. Не совсем все хорошо, не совсем все правильно получается, да, не смотрится это все. И человек это не сможет объяснить. Он просто будет чувствовать, что что-то не то. Так, сделали. Сейчас еще что вы можете наметить? Чуть-чуть наметить линию стола. Только смотрите, стол, ну, как бы вот если вы наметите, например, стол по вот этой, да, дольке, то та долька у вас будет подпрыгивать. Если вы наметите стол по вот этой, да, дальней дольке, то получится, что эта долька находится на краю стола, совсем на краю, да, она просто не будет, она упадет. То есть намечаете стол так, чтобы он у нас проходил так, чтобы все две дольки оказывались на нашем столе. Стол, это нам нужно для того, чтобы примерно в этом месте, да, начать переходить на свет. То есть здесь у нас будет потемнее, да, здесь у нас будет уже светлее получаться. То есть вот этот переход. И то же самое у нас будет здесь. Что мы еще можем наметить? Мы можем еще наметить падающую тень. Падающая тень это такой своего рода овальчик, который уходит. В зависимости от того, если свет отсюда, то тень туда уйдет. Если свет отсюда, то тень ровная. Если свет оттуда, то тень пойдет в этом направлении. Но вот у этой практически, ну может быть вот здесь вот чуть-чуть тени, там мы ее уже практически не увидим. Ну можно будет немножко показать, но это уже так вот совсем здесь чуточку. То есть мы ее таким образом намечаем, но мы ее не будем делать так четко. Мы ее растянем и добавим в нее еще вообще красный цвет, чтобы дать вот это вот отражение. Так, начинаем большой кистью. То есть вот опять говорю, да, я сейчас вам показываю так, как у меня делали дети, так как это самое простое. Значит, рисовать чистыми цветами можно, но не совсем это, конечно, будет красиво и естественно. Это будет очень по-детски. То есть если мы возьмем прямо чистые-чистые цвета, это будет у нас такой, знаете, детский сад. Ну реально. Вот еще такой момент. Вы можете закрашивать края. Вот если вы не хотите оформлять в раму, да, то сейчас очень модно и мне самой нравится, когда картины иной раз висят без рамы, то есть прокрашиваются края. Вы их будете делать тоже сразу же, как делаете фон. Я, ну, не буду делать, не буду тратить на это время. Вот, хотя в последнее время тоже, если делаю такие маленькие картинки, закрашиваю фон. Вы можете работать вот так вот прозрачно, да, или же более пастозно, то есть брать больше краски, да, и накладывать более толстые слои. Еще, такой грунт, как у меня, он как раз очень такой гладкий и иной раз, а это краска прозрачная у нас, да, то есть наложить так, чтобы у нас было прям темно-темно, это достаточно сложно. Значит, в основном фоны, я буду, фон я буду делать, это изумрудка и прусская, да, или какая-то у вас там синяя. Вот бирюзовую, еще раз говорю, я ее буду уже брать в самый последний момент, когда буду показывать цвет, и приглушать вот эти два цвета я буду коричневым, либо краплаком, и иногда, может быть, даже будут захватывать травяной, но вот честно скажу, ну, практически есть ненужный цвет, да, потому что он только для дольки, я его использую, хотя его можно смешать, да, то, что я говорила. Так, значит, я добавляю растворителя, здесь мы сейчас будем менять чуть-чуть цвета и рисовать корзиночкой. Сейчас пока с чистыми, но можно уже немножечко захватить сюда коричневого. У меня сейчас все равно будет зеленоватый цвет, но уже более сложный, то есть не такой открытый. Значит, что такое корзиночка? Это когда вы рисуете, ну, одной стороной кисточки, да, другой стороной кисточки. Какую ошибку можно, очень многие допускают, когда начинают так рисовать, то есть я показываю, и люди начинают, вот они раз корзиночкой вот так вот распределить один цвет по всему, потом второй цвет по всему, а потом думать, как закрасить эти дырки. Это нам совершенно не надо, поэтому мы работаем постепенно. Кисточку мы здесь вообще сейчас не отмываем, это нам не нужно, потому что нам нужны сложные оттенки. По цветоведению, да, вот большинство из нас знает, я думаю, что если смешать красный и зеленый, получится коричневый, но только не холодный красный и не холодный зеленый. При смешении холодного красного с холодного зеленым получается чуть-чуть фиолетовый оттенок. Мне сейчас, честно сказать, даже не видно, что у меня здесь получается, у меня все отсвечивает. Я сижу при таком ракурсе, то есть даже не вижу, какой у меня тут цвет получается сейчас. То есть вот он уже на холсте, вот я увидела, я его немножко смешала. То есть что я делаю? Я, крутя кисточку, постоянно чуть-чуть, я добавляю внизу, не знаю, видно, нет, я беру на кончик кисточки растворителя, если много, я сразу этот растворитель чуть-чуть в тряпку, если я слишком много взяла растворителя, не увидела даже. И начинаю вот так вот, это жидко, вот если прямо потекло, вы смотрите, что потекло, то чуть-чуть добавляйте. Но опять же таки, вы можете изменить, сделать более густой состав. Например, там у меня уже много пошло фиолетового, чуть-чуть возьму сейчас синего, можно где-то даже и чистую краску, да, брать, не смешивая ее, потому что при такой вот технике мазочками у нас все равно краска там внутри будет смешиваться. Пошло много синего, там добавляю немножко красного, тоже будет фиолетовый оттенок, только другой. Так, почему еще, кстати говоря, не сказала, почему у меня именно эти цвета выбраны? Ну, потому что фон я беру больше даже вот зеленого в этом фоне. Я сейчас вот возьму, чтобы не тянуть изумрудку коричнево-болотной. Почему зеленый? Потому что зеленый это дополнительный цвет к красному. Что получается? Что красный цвет у вас будет ярче смотреться на зеленом фоне, а арбуз у нас, соответственно, красный. И вот таким вот способом мы начинаем продвигаться дальше. То есть то бордовый добавляя, то коричневый добавляя. Аккуратненько обходим наши дольки. Стараемся не делать одного пятна такого большого одного цвета. Тут еще тоже такой факт, зернистость вашего холста. Чем холст более зернистый, тем сложнее будет прокрашивать. Вот так вот здесь не нужно делать в этой технике. Будет очень зализано и будет отвлекать на себя на самом деле внимание. Нам это абсолютно не нужно. Это такой определенный вот стиль, скажем так, написания вот такими мазочками. То есть даже вот здесь я стараюсь. Я могу, конечно, провести эту линию, но все равно ее потом убрать в мазочек. Если вы ее проведете, вы ее проведете одним каким-то цветом. А нам это не надо. Нам нужно, чтобы эти цвета точно так же у нас... Вот много я беру растворителя, что я сейчас жидкой именно пишу, жидкой в такой технике. Как вот вижу, что много, да, зеленый. Я могу вот сюда, например, так через пустец. Но здесь у меня уже пойдет на высветление. Но сейчас я не буду высветлять, пока еще не доделаю теневые части. Еще такой момент. В тенях, вот здесь вот в тени, у меня будет красный. Поэтому вот здесь вот тоже смотрите, чтобы вот этот красный, либо как фиолетовый, да, это как цвет, состоящий из красного, у вас присутствовало. Иначе, если вы сделаете это одним цветом, здесь другие цвета, будет тоже немножечко по-детски. То есть получается, что смешивая вот эти вот цвета, постепенно добавляя их друг к дружке, мы делаем такую достаточно интересную, живописную форму фона. Не пользуюсь пока никакими белилами. Белила, это вообще в масляной живописи, это то, что вы берете уже под конец вашей работы. Здесь у меня угол должен быть светлее, но высветлять я его буду уже поверху добавляя. То есть сейчас я пока крашу точно так же, меняя оттенки. Сейчас я вот посмотрю, что тут этот кусочек, может быть, можно и повыше будет поднять, чтобы он побольше был. Сейчас краска свалится. Вот здесь у меня будет светлее, это я сейчас, вот этот край. Здесь у меня будет темнее, помним, да, что мы до стола доводим темное, дальше у нас просвет, и вот тут у нас опять пойдет тень. Сейчас, ну, доделаю этот край потом, давайте сейчас тенью сразу разберемся, значит, это самое темное должно быть, но даже если оно чуть-чуть у нас будет похоже на эту часть, в принципе, не страшно. Значит, беру коричневый цвет и обвожу свою дольку именно там, где она соприкасается у меня со столом. То есть обводить дольку по уши, да, нельзя. Долька соприкасается только какой-то частью, да, потому что это уже пошло вверх, это уже стеночки. Вот здесь вот уже берете чуть-чуть гуще, да, чуть-чуть плотнее, чтобы эта линия была потемнее. Можно сразу добавить чуть-чуть красного бордового и начинать вот так вот немножечко растягивать эту линию мазочками. Так в сторону. Коричневым очень сильно сейчас не увлекайтесь, не смотря на то, что мы взяли красненький. Сейчас я вытру кисточку, можно чуть-чуть ее там опустить, растворить или отмыть, чтобы взять красный немножко почище. Течет все. Здесь я беру краплак, не розовый краплак, да, а красный краплак. И добавляю сюда, вот многовато взяла растворителя. И в промежутках добавляю красного. То есть это у меня как бы отражение арбуза. Конечно, арбуз так не будет отражаться на обычной поверхности. Можно, в принципе, практически заполнить все эти расстояния, которые у вас остались. И потом уже в них добавить там синий, как раз и зеленый. Вот у меня уже. Я сейчас вытираю. И дальше чуть-чуть подобавляю уже синих и зеленых. Здесь уже придется, скорее всего, брать белила. Ну, не белила, а вот и синюю, чтобы у меня не получилась тень светлее, чем фон. Чуть-чуть туда же немножечко отправляю и синих. И еще обратите внимание, я забыла сразу сказать, здесь уже мазочки я укладываю только ровно. Здесь я уже корзинкой не делаю, да, то есть только ровненькие мазочки. То есть стол лежит у нас. Постарайтесь сделать такой более плавный переходик. Так, и вот сейчас я, наверное, уже начну потихоньку добавлять вот этот вот бирюзовый цвет. Нет, нет бирюзового. Но это может быть у вас кобальт или уже тогда белила именно. Сейчас я его даже положу чуть-чуть ближе к этим цветам. Но так буду смешивать, чтобы сюда разбилый не заводить. То есть вот это тоже имейте в виду. То есть я уже как смешивать объясняла и на пионах. То есть что мы работаем все вот... Чем ближе, тем лучше, потому что очень сильно выводя, вы потом лишаетесь свободного места. И начинаю аккуратно вводить этот цвет. Причем, знаете, вот я его положила сюда, да, и чуть-чуть его вот туда тоже такими мазочками растягиваю. Возможно, да, мне понадобится и сейчас с зеленым еще. Сейчас, или невозможно, а мне понадобится белый. У меня палитра вся отсвечивает. Вообще не вижу, что смешиваю. Я взяла чуть-чуть с синим, да, бирюзовый и решит тоже надо, чтобы чуть поменять. Добавляю изумрудки. Все сюда стараюсь добавить. Смешение на палитре также, видите, то есть одна сторона, другая сторона. Не так, что я тру кисточку, а постоянно ее, во-первых, выравниваю, делаю ее плоской, более ровной, чтобы она делала мне потом такие хорошие мазочки. Сейчас я даже еще возьму светлее, вытираю кисточку. Можно переложить сюда. Немножко растворитель, это вы уже чувствуете, да, сколько можно. Светлые, конечно, уже можно погуще класть. И вот помним, белые, это уже мы в последнюю очередь, да, то есть идем от темных оттенков и светлые мы уже добавляем потом. И тоже, видите, такими уже заканчивается краска на кисточке, я чуть-чуть спускаюсь вниз. И делаю так, чтобы у меня переход был плавный. Никаких обводок вокруг, да, куска не надо делать. Если вы вдруг видите какое-то темное пятно, вот прищурьтесь даже, да, прищурьтесь, если вы видите что-то очень резкое, то это все резкое лучше убирать. Почему? Потому что резкое будет видеть мозг. Он сразу будет, там, опа, какое-то тут пятно, непонятно, что это такое. То есть очень какие-то резкие переходы мы сглаживаем, крутя кисточку и делая такие тоже мазочки. Дальше у нас этот же свет идет сюда. Здесь уже стол. Вот этот вот переход, да, то есть я вот сейчас как бы выровняла ровную линию, да, нам его тоже, ну, по-хорошему, зачем нам эта линия вообще здесь нужна вот акцентировать, да, поэтому я положила этот цвет и тоже чуть-чуть туда увела. И точно так же обратную сторону, сейчас чуть-чуть синего добавлю. чтобы переход от теней был более плавный, тоже немножечко заводим туда в тень. Не взять много краски, потому что мне вот так и жидко достаточно пишу, у меня все здесь стекает, если я сразу много. то же самое у меня и здесь. Сейчас так, как я пишу на растворитель, у меня даже при хорошем холсте достаточно быстро это все высыхает. Если писать на масле или на растворителе с маслом, то высыхать у вас так быстро не будет, не будет так сильно прожухать, но прожухание, оно всегда восстанавливается за счет того, что мы покрываем лаком через несколько месяцев, когда это все просохнет. Если вы не хотите вообще, чтобы что-либо прожухало, это надо вообще писать на чистом масле, но на чистом масле получается очень долго сохнет. То есть, сохнуть будет прямо долго-долго. Тоже вот ввожу мазочки туда в тень. Вот сейчас здесь, здесь даже у меня будет такой свет, поэтому я вот сейчас эту бирюзовую распределяю вот так вот мазками, так как я здесь не советовала делать. И сюда буду добавлять сейчас чуть-чуть желтого и белого. Чистую бирюзовую надо. Чуть-чуть положить. Заполняйте эти дырки больше, потому что если вы их оставите слишком большими, придется очень много белого цвета добавлять. Нам тоже это особенно не надо. Да и вообще можно практически все закрасить, потому что белый цвет все равно высветлит. В масле белый цвет сильнее, чем темные цвета. здесь еще возьму чуть-чуть красного. сейчас мы это все будем обобщать. сейчас пока так смотрится. Сейчас возьму еще бордового и прямо пройдусь еще по тени уже такими же мазками и впишу чуть-чуть фон. потеряла самое темное у меня потерялось под самим арбузом. Сейчас даже добавлю чуть-чуть синего в марс коричневый. Так как если много растворителя, вы тоже имеете в виду, то краска не накладывается, если очень много растворителя. все время когда смешиваю цвета я их как бы отгоняю в ту сторону к тому цвету к которому я хочу смешать или прикладываю к какому-то здесь можно было и отсюда взять и подтянуть чуть-чуть к желтому. если я совсем возьму здесь желтый то у меня будет зеленый то есть я его чуть-чуть разбавляю с белилами можно конечно взять и охру светлую она очень похожа зеленая конечно все равно будет сейчас появляться без этого никуда что это все-таки желтый синий вот и вот такими мазочками укладываю уже свет если вам хочется все списать и сделать все плавнее подождите чуть-чуть времени и потом кисточкой аккуратненько все это сглаживается сейчас даже не отмывала кисточку потому что нет смысла мне надо чуть-чуть хочется так чтобы тоже переход и в тенях был этот свет есть торчит темнота здесь можно даже темного добавить можно немножечко побаловаться раскидать каких-то светлых легонечко мазочков чтобы сделать более плавный переход можно даже там может быть пару светлых добавить и здесь только необходимо арбуз да прямо так чтобы где-то к арбузу этот цвет тоже подходил вот здесь вот видите прямо сейчас бросилось в глаза слишком тоже синее яркое пятно сейчас я его чуть-чуть приглушу надо приглушать вот этот яркий синий и вот тут очень ярко зеленый то что я тогда пробовала показывала немножечко хочется может быть на камере и не очень это видно но я сейчас отошла немного и еще тоже увидела так ну в принципе вот с фоном я уже буду заканчивать уже все вот один такой момент когда меня рисовали дети мы делали так как все движения я так не бегу я так не рисую я показала вот эту часть от темного к светлому мы сделали мы сделали все вместе тень мы сделали свет вот этот просвет да или просто списали все зависит еще от силы группы опять же таки да я конечно же просматриваю какая ну продумываю да какая группа еще хочу здесь помягче сделать вот и к чему я это все говорю мы оставляли арбузы уже на следующее занятие почему потому что высох вот этот вот край он высохнет да и когда вы будете делать вот этот вот свет у вас краска не поедет сюда то есть это вот в случае если ну вы там не очень уверены в себе да единственное что если вы оставляете на второй раз то проверьте чтобы у вас все-таки было достаточно ровные контуры потому что потом перекрасить будет сложно вот этот зеленый он прозрачный то есть выравниваете вы можете даже немножко взять и зеленым здесь вот сразу как бы подровнять да вот эту корочку но очень аккуратно потому что вот этот переход он не должен быть у нас плавным мы его будем даже пальцем растирать то есть можно вот сразу такой момент сделать чтобы было поровнее и что касается вот этих зазубринок да если мы делаем эти зазубринки то мы должны их вот посередине не надо то есть мы их как-то чуть-чуть здесь сразу показываем даже потом вы будете подрисовывать в такой технике слой это тонкий и соответственно следую без белил до практически и следующий слой который вы будете на плате он будет темнее и подогнать по тону по цвету вы можете погоните да а потом уже будет очень сложно то есть если у вас какая-то неровность да делайте ее сразу и оставляйте уже с этой неровностью так но я сейчас буду мучиться сразу делать здесь мы уже эти зазубринки можем сделать потом можно там какую-нибудь с краю но вот по поводу этих зазубринок был у меня много сделала было у меня видео еще давным-давно в самом начале когда мы записывали это такая декоративная новогодняя елочка открыточка и я там говорила про ритму то есть не делайте одинаковые треугольники да на одинаковом расстоянии одинаковые какие-то полоски не хочу здесь делать не очень хорошо у меня получилось то есть если они у вас будут все одинаковые это будет очень скучно и неинтересно поэтому таких вещей не допускайте создавайте какую-то динамику больше меньше и разные по форме так начинаем сейчас начнем как раз делать контуры вот этих вот корочек зеленым цветом то есть если нет травяной зеленый смешивать изумрудку с коричневым 0 или берете любую другую свою зеленую какая у вас есть но просто вина она более такая естественная до ширина конечно же дольки арбуза да когда вот он вот так его вообще здесь вы зеленого даже ничего не увидите тогда но если мы вот так вот нарисуем прям вообще без зеленого будет немножко неестественно поэтому мы конечно будем показывать вот эту зеленую полоску вот здесь вот да но мы ее должны очень плавно будем списать если мы сейчас нарисуем очень тоненькую нам сложно будет вот ее растирать это растирается по это пальцем мы будем с вами растирать поэтому вот эту полоску мы очень четкую делаем по краям до чтобы с фоном 10 не успевала потому что у меня еще двое детей было помимо взрослых и надо было больше следить за тем что они там вытворяются своими арбузами я постоянно отвлекалась не могла дорисовать то есть вы аккуратненько обводите вот чтобы у вас самый главный край вот этот вот был вот здесь вот у нас еще красная будет я сейчас вот опять же таки я сейчас показываю как на одну дольку да то есть у нас так как сейчас две дольки это вот эта линия сейчас сложная потом красный может поехать но уж все так же сейчас объясняю то есть я делаю край очень четким да а вот это ли не меня вообще не волнует вот это который уже ближе потом красному пойдет а край не нужно сделать четки если вам неудобно да вот некуда там руку положить или еще что-то берете какую-нибудь большую кисточку или палочку прикладываете ее на край и она у вас будет для поддержки руки служить единственное сразу иногда но в начале часто людям неудобно вот это вот вещь но это намного лучше чем на весу когда у нас рука обводим вот все у нас то же самое при обводке тут я держу на на мизинце также как в моих уроках для детей я все время говорю кисточку естественно ставим более вертикальные вот так вот и и прижимаем и поехали то есть она своим боком обводит не вот так вот вы тут пытаетесь до что-то обвести а именно вы ставите кисточку и она должна своим краем идти у вас прямо по краю вашего фона что еще как раз если вы оставляете арбуз на потом да то вот этот край тоже хорошо бы пройти и чуть-чуть его вписать втереть чтобы он чтобы уже края были четки потому что потом может получиться не так вот аккуратно здесь вот надо будет потом добавлять или наоборот подсветлить даже краешек чтобы он выделялся так значит с этим все но сейчас давайте сразу покажу для вот тех кто сейчас на этом например этапе заканчивать то есть вы берете палец вообще мы с красного начинаем там красным и аккуратненько пальчиком вот так вот растираете вот эту границу это в том случае с у вас хороший грунт если у вас грунт не хороший то есть он впитывает очень быстро вы чувствуете что работать неприятно вы берете белую краску чуть-чуть желтой вот тут тоже такой момент очень часто дети у меня ой чистую белую надо с чистой желтой смешать да не надо это совершенно да потому что просто светлый бледный цвет да тут вот чистого нам вообще в принципе особенно не надо то есть вы прокладываете чуть-чуть вот здесь вот таких белил у меня все отражается я не вижу что у меня голубой и даже и уже с белилками чуть-чуть вот так вот втираете движение у нас идут как будто бы я не кручу пальцем да я его ставлю и начинаю чуть-чуть раскручивать и двигаться немножечко нажимая то есть я немножечко нажимаю на холст и вот так вот двигаюсь я обманула вас этот у меня не три грунта это я старый холст здесь видимо у меня один грунт но еще и растворитель потому что очень быстро сохнет вот тоже если но тоже вот такой момент для детей когда мы рисуем с одним растворителем это проще то же быстрее высохнет быстрее можно что-то исправить вот когда какие-то более серьезные до работы это сложнее ну со взрыв для взрослых да потому что быстро высыхает не на самом деле не знаю почему я взяла растворитель но вот просто на растворитель и сегодня работали так начнем арбуз закрашиваем красным цветом то что я самом начале говорила хотите более розовый значит вас будет больше розовых до этого этого хотите более теплый у вас будет основном может быть вообще один кадмий цвет арбуз я тоже закрашу большой кисточкой отмываю как следует тому что в ней сейчас много непонятной краски начинаю сверху начинаю с кадмия вверх в любом случае кадмия лучше делать у меня краска тут такая густая сейчас можно там добавить чуточку желтенького но в принципе это мне все отсвечивает я ничего не вижу честно скажу охру еще захватила и начинаю очень аккуратно вот здесь вот особенно да если я сразу рисую чтобы у меня не полез синий цвет от единственное что у отделяем вот тут вот для белого и отделяем его больше то есть если вы сейчас начни вот отделите совсем чуть-чуть как ну на самом деле да вам потом будет сложнее то есть вот отделите чтобы белого у вас осталось больше растирая пальцем и все равно залезем и у нас будет этот вот переход оставляем и здесь белая по краям чтобы оставалась и здесь белая чтобы по краям оставалась и прямо вверх аккуратно здесь у меня уже сейчас пойдет грязь потому что синий для таким движением как вот так вот вгоняю туда здесь уже жидко очень не надо почему я вообще начала два куска до риса это что здесь такой нюанс именно с вот этим переходом то есть вот этот край у нас будет светлый да вот этот край у нас будет светлый а там у нас должно быть темнее сейчас камеру поменяют то есть вот этот светлее там темнее понимаете если мы сделаем здесь и здесь светло мы никак не выделим наши два куска это правило вообще всех вот в отделении двух каких-то предметов один рядом светлее другой уже темнее то здесь у меня вот так вот если домой арбуз будет с каким неровным здесь краем то сюда внизу я должна буду спускаться более темным поэтому я сейчас кадмием сверху не перебарщиваю если вы только кадмием рисуете да тогда вы в кадме здесь добавляете можете в принципе чуть-чуть белил на белил и мы будем добавлять мастихином еще я справлюсь с этой вот с этим контуром чтобы меня никаких пробелов не оставалось и теперь вот эту часть здесь можно даже пожирнее но у меня давно лежала открытая как я храню краски кстати говоря сейчас я работаю у меня ученики с маслом один раз в две недели но то что у нас уже я в деревне имя там всякие посадки все это у меня куча дел вот и краска у меня хранится в морозильнике но дело в том что она у меня всегда хранится в морозильнике даже когда я и работаю каждый день до в течение учебного года сейчас просто у нас лето и в течение учебного года я убираю краски в коробочку из-под рафаэла я тоже на одном видео показывала рафаэла вот эти пластиковые коробочки она может даже служить вам палитрой и было время мы рисовали в этих коробочках но как-то потом перешли на одноразовые вот обратите внимание тоже видите я сразу же даю такой вот наклон чтобы вас в голове не наклон а веер чтобы у вас в голове вот даже для себя это сделать и создавалась вот это вот чуть-чуть верность то есть мы не рисуем вот так вот забором да мы будем и вот этот вот даже свет белый до чуть-чуть выкладывать вот так вот по кругу то есть и когда рисуете сейчас будет переход до на другой цвет чтобы у нас чуть-чуть этот переход тоже был вот именно в повод такой форме вот здесь вот как раз вот она это линия потом еще зеленым буду подкрашивать все она зеленые сверху нужно быть более четко вот здесь уже даже нет смысла к адмиям потому что иначе сольются но в принципе здесь еще будут белила можно наверно можно к адмиям возьму здесь к адмиям а там вы выделю потом белилами так и перехожу краплаку здесь я возьму розовый краплак он мне намного больше нравится в данном случае чем вот этот он он темнее конечно крапла красный прочный который розовый он немножечко посветлее я не отмываю кисточку то что у меня все равно такой как бы переход можно ее вытереть а если очень надо и докрашиваю дальше розовым краплаком вот как раз дает от этой линии чтобы например у вас сохранился этот розовый внизу да если вам хочется вот лучше так начать то есть вы начинаете снизу и потом вы будете уже смешивать потому что если мы начнем сразу с сверху мы сразу смешается кадмий он плотный цвет он сильнее а краплак он прозрачный он намного слабее поэтому кадмий вот этот вот краплак победит мгновенно вот эту я буду здесь вот я еще сделаю тоже с розовым краплаком а сюда я уже добавлю красный потому что он ну он темнее мне нужно здесь будет чуть чуть посемнее сделать но мне хочется так и дальше начинаем уже объединять я накладываю здесь уже погуще тоже такими же мазочками не надо ничего выглаживать ничего выравнивать в принципе настолько все просто да почему дети не должны с этим справиться тут вот сейчас вообще идет разукраска можно сказать так добавляем краплак не отмывала кисть что основном у меня там был краплак розовый и темным краплаком вот много и растворителя если он тоже прозрачный цвет он может за счет того что он много растворителя не давать плотности темноты чуть-чуть так тоже такие мазочка это самый простой вот варианта что я сейчас показывают этих переходов более менее плавных переходов за счет вазочков так сделали вот теперь нам нужны наши пальцы ну какой-нибудь один какой вам удобнее и чистая тряпочка что касается кстати тряпок ну конечно лучше с какой цвет уж уже старая старая да и я нарезаю обычно ну либо какие-то у меня от футболки а все я не режу небольшие куски я всегда их складываю то есть я работаю так что у меня сложенная тряпочка да сначала испачкала здесь потом я вывернула тряпку испачкала с другой стороны это не но даже не потому что я очень экономная да хотя на самом деле у нас количество тряпок сумасшедшая просто мне так удобнее так привыкла с института делать то есть я грязь убрала вовнутрь да и у меня чистая тряпочка там с другой стороны я никогда не держу тряпку вот просто знаете вот вот куском да то есть она у меня все время сложена так какой вам удобнее палец я не знаю вы сами выбираете мне в основном удобнее безымянный и я начинаю точно таким же движением сейчас делать более плавный переход вот здесь вот из красного в белый вот здесь опять же таки почему это движение да но это можно все кисточкой сделать но так как это у меня вот сейчас зеленый не захватываем особенно так как это у меня работа и для малышей тоже так сделать переход намного проще мы сейчас еще и белого сюда добавим но сначала вот эту границу да то есть я втираю и чуть-чуть туда двигаю очень пастель кстати напоминает да мы в пастели тоже можно где-то даже вот пальчиком если не очень да так ровно так туда-сюда вообще я пальцами и руками практически не рисую это крайне редко чем конечно больше у нас будет белая полоска тем менее созревший у нас арбуз да вот но совсем сближать зеленая с красным нельзя не то нибудь чем нельзя не потому что так не бывает да или там это будет плохо смотреться то что-то будет сложно просто да вот сейчас вот для то есть чем меньше белая полоска тем сложнее соединяется красный зеленым получается коричневый вот в данном случае он уже будет коричневый тоже зеленый теплый это был фиолетовые до оттенки тоже как прожухла на растворителе да это были фиолетовые оттенки потому что это был холодный красный холодный зеленый но здесь теплый зеленый будет уже грязь поэтому нам этого не надо допускать и надо оставлять чуть-чуть вот этот вот белый просвет давлю достаточно хорошо вообще на холст не слабо так бы сказала дети рисовали на картонках там было чуть-чуть скажем так ой пальцы задела им склонным даже попроще втирать потому что здесь мы втираем и нам надо в этот влезть фактуру холста картон он ровный да там никакой фактуры нет никуда влезать не надо так значит сделали вот сейчас да если мы рисуем кусок вот это на второй день да если бы мы если сразу рисуем я зеленый бы потом бы конечно положила сделала бы сначала красным потом зеленым но в принципе это очень большой разница не имеет сейчас тоже пройдусь вот здесь вот чуть-чуть зеленый спешу самое главное не трите так что вот сюда за контур да не залезть вот я сейчас своим затылком хочу залезть в камеру и неудобно будем развивать левое полушарие правое полушарие хотя это считается ошибочным мнением что левой рукой если мы работаем то развивается правое полушарие что касается кстати право полушарного рисования вот тут даже я сейчас ведь еще между собой что-то решила посписывать на белые сейчас равно положу то есть приблизить чуть-чуть любое рисование она право полушарное то есть то что сейчас вот очень сильно уже давно на идет это такая прям акция дело в том что просто право полушарное рисование это рисование без образования без обучения а настоящее рисование это и развитие всех ваших полушарий независимо от того правшие вы там или левши и плюс еще обучение обучение композиции цветоведенью объемом теням да то много чему вы сами это прекрасно понимаете так если у вас и так хорошо смотрится вот тут беленькая все с плавным переходом и везде все вот тут я зеленый даже не списала забыла то есть если у вас везде все хорошо можно белый даже не добавлять потому что но с детьми я его честно сказать не добавлял то что белый цвет опасный цвет его можно добавить размазать будет грязь и жуть что если у вас не списывается да не сглаживается тогда мы добавляем белый но опять же таки не чистый белый до белый чуть-чуть желтым я сейчас все-таки отложу сюда то здесь у меня синева пошла я не увидела мне отблескивала я тут так это до кричала про то что не надо чистые совсем цвета но просто синевой конечно совсем много нам не надо густо не не берите прям ну совсем густо да то есть и дальше с растворителем чуть-чуть размягчу на кисточку вот мы все время когда набираем краску мы и проворачиваем то есть не надо нам на кисточке очень даже к мы смешиваем тоже вот круглую кисточку когда смешивается краска то есть мы постоянно пальцами вот так вот проворачиваем а плоскую мы делаем колыбелькой как я называю так вот и мне уже то есть если у вас до хочется вот добавить там какой-то яркости вот единственно к зеленому до впритык не подходите никто потом не заметит его вашего края вообще он будет незаметный то есть если хочется чуть-чуть больше яркости внутри можно чуть-чуть проложить белилами и потом точно такими же движениями до пальцем это списать но не сейчас даже мне мне кажется у меня пошло многовато белого по в том месте здесь вот особенно на вот эти края вообще что касается белого цвета до в живописи в чистом виде он практически не используются я беру отсюда не просто неудобного с этой стороны брать поэтому я захватываю с этой стороны то есть даже блик считается до в живописи надо делать чуть-чуть с оттенком там желтого или голубого в зависимости от того какого какой теплоты у вас свет на если у вас например солнце слишком сильно светит ярко и теплое такое да то теплый блик или теплая лампа если же у вас про погода пасмурная или холодное освещение холодные лампы да тогда блик с оттеночком голубенького может быть так и сейчас делаем то же самое то есть прикладываем начинаем все это сглаживать вот если честно я переборщила с белилами эти на сейчас пошел как розовый можно как бы взять отсюда до чуть-чуть пальчиком и сюда положить все время протираем палец сегодня у рисовала тоже и вот мажет эту грязь а я еще смотрю в другую сторону не сразу это заметила а у него вообще тряпки нет она все решила что на все одним пальцем все 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 спишет так ну я вот в принципе сгладила да то есть если смотреть сбоку как я смотрю на работаю я половина всего непонятного цвета то в принципе нормально вот вот размазал ли там где-то корочку да вот сейчас как раз можете так подправить подделать не будут господи папа по привычке захотела направо повернуться за палитрой подправляя тоже да придется там чуточку где-то под подтирать подравнивать мы сейчас не усложняем работы знаете чем вот не когда на вас например какой-то кусок вот здесь вот например может быть вот так вот шире да то есть может быть такой вариант что вот с этой стороны может появиться уже корочка именно ширина арбуза сейчас не буду делать надо было сразу в принципе здесь потому что иногда бывает что пошире можно его показать что уже пошла ширина нос арбуза я в принципе можно это же так вот четко оставить сейчас у нас начинается уже самое интересное но мой мастихин я думаю вам уже показывала кто-то уже рисовал по моим урокам это вот не знаю как он назывался уже не знаю номера его так это чаще всего мы используем санет 110 но тоже говорила когда при покупке смотрите чтобы более мягкий был вот этот кончик даже есть бывают такие вот прямо такая стали вообще не гнется может это быть у вас мастихин рыбка тоже неплохой мастихин рыбка 61 санетовские но у меня только пока санетовские если у вас мало места осталось на палитре вообще для чего был придуман мастихин чтоб краску смешивать да не для того чтобы рисовать а чтобы ее вот ну вот как всегда чтобы ее промешивать потому что и значит да это же порошок с маслом смешивался мы уже придумали рисовать почему я сейчас это говорю если у вас нет места на палитре рядом с красным чтобы сюда положить белое вы чуть-чуть очистите себе палитру чтобы можно было сюда спокойно положить белого даже для работы с мастихином нужно место побольше можно прямо мастихином взять чисто белом вот тут смотрите если у вас очень густо наложено дата можно практически чисто белым до укладывать это мы будем показывать час этот уже сухой арбуз как бы такая вот эта сахарность немножечко здесь даже уже и на нем уже и не видно этой сахарности мы съели все остальное то есть можно капельку давить добавить час желтого но вот я сейчас могу это все поменять сейчас попробую дай посмотрю как на самом деле это может быть даже с красным да с добавлением красного то есть я немножечко промешиваю эти два цвета боже мой я ничего не вижу что я мешаю и эти это как бы его протираю еще какая-то . попалась рисовать мы будем обратной стороной да и набирать мастихин мы будем я такого сделал мы будем на одну сторону только то есть нам нужно чтобы как мы набирать мастихин набирать краску только на одну сторону чтобы краска была только по одной вот стороне у нас и прикладывая вот так вот мастихин сейчас много взяла много набрала то есть аккуратненько вот руки трясутся от страшно сейчас приложу то есть мастихин я прикладываю прямо вот к этому краю чувствуете как прикладываю прямо краю и начиная вот это вот от этого от этого края чуть-чуть вот так вот опускать вниз причем помните мы когда закрашивали мы закрой сразу горела да вот таким вот солнышком и точно также мы прикладываем мастихин и направляем его вот в форме солнышко форме лучиков вот все как с детьми да как детям мы объясняем своим также и нам более понятно веером да таким и вот здесь вот очень важно не переборщить да то есть не сделать слишком много потому что если вы прямо много-много наложите может быть очень перебор белый конечно наверное многовато у меня я сейчас может быть даже возьму чуть-чуть добавлю сюда еще розового и попробую сейчас с розовым цветом не больше нравится розовый до краплак вы можете взять кадмий красный если вы хотите более теплый оттенок и такими же движениями приложили бы выровняли да и чуть-чуть вот так вот уже более плоско держим мастихинчик как бы гладим вот аккуратненько аккуратненько гладим нашу фактуру нашего арбуза если какой-то неровной да вот какая-то неровная линия там какой-то уголочек ничего страшного то же самое мы сделаем и сверху сейчас я здесь доделаю еще где-то уже кончиком так аккуратненько совсем что очень часто бывает когда мы переборщили этого белого да то есть слишком много белого наша задача взять тогда бордовый да или красный то есть уже на другую сторону да на другую сторону мастихина мы уже берем но если переборщили и начинаем вот так вот аккуратненько как раз укладывать снизу то есть подтягивать снизу вверх мастихин естественно забирает белая да и надо может это даже будет и удачно смотреться то есть мы начинаем вот так вот туда уводить теперь делаю с верхней частью то же самое вот здесь вот эти зубчики с ними надо будет сейчас еще по выпендриваться не да еще и не захватить синий то здесь я уже видите да я кончиком мастихина так осветляю у меня в университете мой преподаватель как-то я писала не помню рассказывал в каком-нибудь видео нет уже занятия закончились давным-давно я не помню я сидела что-то в мастерской и писала картину первый раз писала мастихином меня на тот момент умер отец и вот что-то я рисовала отца и взяла мастихин и даже не то что я отца я просто рисовал какого-то мужчину ну думала об отце и рисовала мастихином и пришли подходит преподаватель и он тогда говорит говорит все здорово горит замечательно но только не увлекись мастихином потому что там где начинается мастихин там кончается кисточка вот то есть мастихин делает иногда да очень такие эффектные вещи но все-таки как бы кисточка и живопись иногда они теряют но теряется но я не могу сказать это про сахарова например да вот кто рисует это конечно владение мастихина вот опять же таки тоже у меня университете как-то преподавал этот же преподаватель сказал он сказал мастихин вообще великолепная фраза я считаю гениальная он сказал мастихин это случайная возведенная в ранг значительного то есть мы да вот как бы кто не рисует постоянно мастихином да кто не пользуется им как вот каким-то таким как волшебным до предметом как сахаров то для нас это случайность кто же вот именно для кого мастихин это уже такое он уже понимает что вот как он положит да как он размажет то это уже конечно не случайность вот но это эффектно да то есть это случайность возведенная в ранг значительности почему эту работу до делу дети его таким вот образом и у детей получаются отличные такие немножечко сахарные до краешки арбуза вот здесь смотрите тоже не потеряйте вот эту тень можно так чуть-чуть по холсту когда мы рисуем вот как раз такое легкое легкое движение мастихином она создает вот эти вот точечки да можно даже где-то светленьким если мы рисуем по картону конечно здесь чуть чуть даже посложнее было детям но рисовали да по картонкам но у нас все зависит да вот материалов же от цен на материалы вот поэтому с детьми не всегда получается нам на каждую работу до брать холсты так принципе я наверно остановлюсь а то будет перебор может быть перебор тоже смотрите чтобы не переборщить очень сильно и теперь начинаем уже заниматься с вами косточками для косточек нам нужны будут ватные пал ватные палочки забыла не сказать вроде в самом начале значит нам нужно будет сделать сейчас покажу опять натуру нашу видите то есть косточек ну в принципе да много единство что когда мы выбираем кусок арбуза много костей не надо рисовать это будет слишком как бы перебор у меня и так проблема с этим да и всеми то и много рисую кости много костей значит есть невкусно да много выплевывать надо будет но вот эти вот части видите в которых были косточки да они есть их там надо будет нарисовать темным красным цветом темно-красный цвет у нас какой-то краплак краплак какой какая краска прозрачная прозрачная краска не ляжет уже да если у нас белый тут красный теплый да то есть она не победит вот эти цвета поэтому сначала нам нужно будет протереть вот эти вот дырочки то есть все дырочки которые мы хотим наметить тоже когда мы будем сейчас их рисовать мы их будем стараться распределять вот так вот точно так же да вот как бы немножко веером вот этот у нас средин вообще было здесь вот здесь хоть и поровнее но будем стараться делать тоже так вот верность можно в какую-то в одну линию да можно в хаотичном порядке делать можете где-то вот сделать там одна линия потом 2 например отсюда пошла то сейчас наша первая задача это протереть дырочки чтобы потом в них положить темную вот эту часть ямки и косточку так как мы это будем делать это уже напачкал этот если толстые ватные палочки чуть-чуть это неудачно меня ватные палочки очень толстая у меня как-то одна ученица покупала ватные палочки горит пришла в аптеку спрашиваю говорю дайте мне ватные палочки которые пожестче на меня так посмотрели не это недоброжелательно то есть смотрите как мы втираем кладем палочку туда куда нам надо будет рисовать начинаем вот так вот протирать как бы туда-сюда очищая то есть очищая втирая краску до вовнутрь у нас получается такая видите бы ямочка да вот этого дырочка дальше например можно рядышком да то есть мы приложили и начинаем вот так вот протирать если он у нас испачкался мы естественно переворачиваем потом меняем да не забываем чуть-чуть выровнять и ну это вообще не палочка непонятно что и не забываем о динамике о том что надо чередовать и о том что мы все вы можете найти чтобы не за как бы не запутаться сразу себе распределить направление вот этих вот палочек вот этих вот дырочек то есть чтобы они у вас да вот так вот шли будет интереснее смотреться нежели забором ни в коем случае не делаем и потом уже определив это расстояние вы начинаете вот так вот протирать какая-то может быть побольше да какая-то поменьше и вспоминаем ритм вот сделала сама же говорю про ритма сама делу уже ровные такие эти ромбы то есть чтобы ничего очень ровного симметричного у вас не получалось какие-то вот из этих вот ямочек можно будет даже оставить светленькими то есть не обязательно и будет утемнять здесь у меня такое пятно очень однообразное тоже можно немножечко и то же самое делаем на втором кусочке много вот я уже много сделала это вот моя беда такая так дальше берем маленькую кисточку принципе у нас вся оставшаяся работа уже идет маленькой кисточкой и краплаком здесь уже краплак я беру темный очень сильно его не развожу иначе он вообще не ляжет достаточно густо начинаю вырисовывать глазки такие то есть тоненько нажимаю в ренту тоненько начинаю потом нажимаю на кисточку и тоненько заканчиваю сама косточка она имеет форму капельки а здесь немножечко форма глаза кисточку выбирайте чтобы она у вас была конечно с тонким кончиком вот это у меня что-то не очень даже хорошо рисует сейчас что еще очень важно чтобы кисть была вертикально вот почему еще мне не очень рисует даже сбоку сижу то есть кисть у вас должна стоять вертикально относительно холста тогда она будет делать правильную эту линию это то что это элементы росписи не просто так я на в начале в салка только начинался вот начинали вести канал я давала по росписи несколько уроков то есть это умение держать кисть и вот эти вот элементы этой вот росписи до что мы сейчас делаем это все проходится в детских уроках да то есть ставится рука чтобы потом ребенок уже мог до повзрослев уже это вообще без проблем делать то есть вот эти вот элементы росписи которые надо взрослым даже тяжело даются то есть это все идет с детского рисования сначала вот у меня по крайней мере мои уроки по детскому рисованию да вы можете приобрести в инстаграме вконтакте уже скоро на сайт сайт будет это такая вот настоящая детская живопись с постановкой руки с пониманием цвета тени композиция не просто какое-то разукрашивание да не обводка именно работа к серьезная у меня мои но дети они вообще уже без проблем в принципе делают разные движения потому что очень много многое это именно умение держать кисть владеть ей ну вот здесь вот особенно даже и видны они не будут даже немножечко сейчас с зеленым смешаю не знаю сейчас опять все отсвечивает у меня много зеленого вытащила очень много зеленого вытащила почти получились косточки уже и Так, и начинаем делать. И начинаем делать уже косточки. Косточки черные. Понятно, что они черные у нас в арбузе, но они не черные у нас на картине. Да и в арбузе они не совсем черные, то есть там черный цвет, он все-таки такой с бордовостью, да, с коричневым оттенком. То есть я делаю это марсом коричневым, но это вот у вас там какой цвет. Так же можно несколько косточек сделать вот этой вот индийской желтой, потому что, да, сами знаем, когда иногда косточки темные, иногда они бывают не очень темные. И давайте опять вернемся к нашей натуре. Значит, как они у нас лежат, да, на арбузе, они у нас могут быть полностью, да, эти косточки, а могут быть такой вот как бы бочком, да, то есть мы, если полностью, мы практически полностью можем заполнить вот эту вот часть. Да, только если мы приглядимся, то вот этот глазик, он дальше, да, то есть косточка, она как бы не совсем полностью его занимает место. Единственный такой нюанс, мы будем косточки рисовать наоборот. Вот здесь вот они тоненькие внизу и толстенькие сверху. Мы будем делать их тоненькими наверху, толстенькими сверху. Ну, так удобнее. Либо вы переворачиваете картинку вверх ногами, потому что движение вот этого вот, то есть если мы вот эту вот форму до этого мы делали вот так вот, да, то есть нам нужна была вот такая форма, то у косточки, где коричневый, косточка, это у нас вот так вот, да, то есть тоненько нажали, тоненько, и потом так раз, чуть-чуть приложили. То есть я не буду сейчас переворачивать, это у меня тут все сейчас свалится еще. То есть если вы хотите, да, как на самом деле, то есть кончик внизу, а вот этот полукруг наверху, вы просто переворачиваете свою картину, развиваете, кстати говоря, вот в этом случае вы особенно развиваете правое полушарие, то что называется. Потому что одна из тренировок, да, правополушарного рисования, это кверх ногами рисование. То есть вы прорисовываете вот эти вот косточки, и мы их где-то будем рисовать вот так вот полностью, то есть вот как бы тоненько провели и нажали на кисточку, да, то есть чтобы получилась такая капелька, а где-то мы будем просто делать такую маленькую полосочку, то есть у краешка, как будто косточка, вот она бочком, да, где-то, где-то она вообще, вот видите, еще точечкой совсем стоит. И потом уже будем класть блики, и в принципе наша работа уже закончена. Здесь, конечно, можно еще поработать над фоном, сделать его еще более живописным. Так, и вот поехали. То есть я тоненько вертикально кисточку держу, тоненько раз, и потом нажимаю на кисточку. Кости, опять же-таки, делаем не везде, да, то есть выбираем. Можно еще оставить для индийской желтой. Где-то я просто обведу чуть-чуть. Как будто они у меня там торчат. Где-то полностью. Можно даже где-то дорисовать, где у вас нет, но вдруг вот захотелось, да. Единственное, смотрите, такой момент, на дальнем куске арбуза очень сильно не выделяйте их. То есть они как бы есть, но они там не так сильно, чтобы выделялись, как на вот этом куске. Почему? Потому что если будет слишком большая контрастность, что такое контрастность? Разница между светом и тенью, да, светлыми красками и темными красками. При большой контрастности этот предмет сразу вылезает к нам вперед. И это будет смотреться не очень хорошо, поэтому вот так старайтесь не делать. И еще сейчас возьму индийскую желтую и еще сейчас подделаю чуть-чуть индийской желтой. Ну где-то ложится хорошо, где-то не очень, да что же краска прозрачная. Прозрачные краски, это что за краски? Это лисировочные краски, это для техники лисировки. Ой, Натуся, как раз покажи вот этот виноград, да, ой, виноград, рябинку, виноград. Это вишню, да. Это вот как раз лисировочные краски, да, это техника голландского натюрморта, да, то, что сейчас очень любят, говорит, там, техника старых мастеров, да, ну то, с чего начинался, это все элементарно просто, то есть сначала это делается, мы еще с вами тоже будем это проходить, эту технику, то есть это делается черно-белое, скажем так, изображение сначала, и потом накладываются прозрачные краски, именно прозрачные краски, да, а плотные краски могут ложиться чуть-чуть и в блики. Это вот Маргарита делает еще, у меня ученица, сейчас она, кстати, уже придет скорой, нам надо уже быстрее-быстрее заканчивать, я, может быть, потом еще с фоном чуть-чуть поработаю, сейчас уже у меня прямо время подпирает, еще 25 минут, у меня уже ученики придут. Так, то есть вот, может быть, даже знаете, что вот на дальнем арбузе, да, как раз бы, наверное, лучше было бы больше вот таких светлых, чтобы они очень сильно не выделялись. Но вот эту вот индийскую желтую, вот когда я ее купила, я ее, можно сказать, недавно, да, не узнала, она у меня пару лет только, то есть до этого я эту краску не знала, не обращала на нее внимания, и как только я ее купила, у меня очень многие ученики прямо вот, ну вот, можно сказать, влюбились в нее, то есть она делает веточки какие-то, ну, то есть вообще великолепная краска. Так, и еще блики, да, уже вот на самих косточках, потому что какая-то косточка у нас будет прямо белым-белым блестеть, да, вот какие-то акценты, я не знаю, сейчас вот для меня, например, вот в этом месте такое белое пятно, с вашей точки зрения, да, может этот блик быть в другой стороне, то есть эти вот блики, вот эти вот маленькие обводочки, вот на этих косточках, да, то есть вот она темная косточка, и такой раз, немножечко по форме, либо снизу подчеркивают, либо сверху, либо даже просто таким пятнышком аккуратненьким, но только не как мухи носили, да, вот тут по всему, то есть очень-очень аккуратненько, вот здесь вот как раз мы можем взять такой белый там, особенно там, без особенно желтого, очень должна быть, кисточка тоненькая, конечно, здесь, а у меня что-то растрепалось вот это, и аккуратненько, вот прямо вот по чуть-чуть так, там на одной косточке снизу, на другой косточке сверху провели, где-то иногда бывает вообще просто есть, какой-то у меня остался уже черное, коричневое с белым немножечко, просто взяла и немножечко добавила какие-то дырочки, может даже какую-то просто отдельно сделать, обязательно перед тем, как залезаете опять в белую, вытирайте кисть, потому что на кисти остается вот этот вот коричневый цвет, да, красный цвет, не будете вытирать кисть, ваша белая будет грязная мгновенно, вообще любая краска, да, вот если вот что-то такое вот очень нужно делать четкое, и вот так проходим по нашим косточкам, ну блики, в принципе, они практически на каждой косточке будут, потому что арбуз он мокрый, он блестит, черный цвет будет блестеть еще сильнее, глянцевый, да, получается, он такой мокрый, глянцевый. Вот, так что наша работа закончена, присылайте свои арбузы, показывайте, если там какие-то вопросы, буду стараться отвечать, хвастайтесь своими результатами, мне вот на самом деле очень интересно, как у вас получается. Вот я сейчас тоже, кстати говоря, отойду, хоть посмотрю, что у меня получилось. Сейчас окажется ерунда какая-нибудь, придется дозаписывать что-нибудь. Тоже сделаю, конечно, блики и там, на дальнем арбузе. Мне вот это место не очень нравится, прямо на него все смотрю сбоку, в нем чего-то не хватает. Розового, да, вот дочка говорит, розового. Да, он к адмии, и тут сразу раз, и краплак пошел. Уже, конечно, накладывать сложно. Вот опять чуть-чуть. Ну, помним, что мы не делаем там, да, очень ярко, нам там это не нужно совершенно. Можем точно так же, да, вот если что-то где-то подрисовываем. Ну вот, опа, взяла синий, синим цветом вляпала. Только рассказывала о Соне сегодня, да, которая у меня не вытирала палец, как сама решила, что у меня чистые пальцы. Здесь надо, наверное, просто взять и сделать меньше красного, о, меньше белого выставить. Чтобы очень сильно этот белый не выделялся. Чистым пальцем. И аккуратненько тоже так же спешу. Вот еще сейчас один такой лайфхак. Если вы рисуете, ну а-ля Прима, да, вот что сейчас, модно говорить. То есть вы рисуете за один раз, и у вас фон не успел высохнуть. Вы можете свою подпись поставить не кисточкой, вернее кисточкой, но только не вот этой ее стороной, а вот этой ее стороной. Причем, если она у вас остренькая, какой-какой, вот этой стороной. То есть мы просто процарапываем, да, процарапываем свое имя там или что-то. Помним так же, как я про лаванду говорила, да, распределяем где-либо. Вот здесь, в принципе, наверное, может даже и здесь сделать подпись. Вот, но я еще, потом, наверное, еще добавлю сюда света уже потом. Но основное я рассказала, я думаю, все понятно. Пишите в комментариях, если что. Вот, то есть можно обратной стороной просто процарапать. Она будет, может быть, да, не такая там плотная, но, с другой стороны, она может быть достаточно изящная. Не получилось? Подмазали чуть-чуть и заново рисуем. Так что рисуйте, и мы обязательно с вами встретимся дальше. Будем еще рисовать, да, то, что я обещала, виноград теперь, вишнево с голландскими техниками. Со всем будем потихонечку разбираться. Так что подписывайтесь на мой канал, да, если вы еще не с нами. Приходите к нам в Инстаграм, ВКонтакте. Я рассказываю много интересных историй. Вот, так что пока-пока и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok